Смена наставника во Владивостоке состоялось заседание правления Луча Энергии, на котором практически весь тренерский штаб Желто-Синих во главе с Олегом Веретенниковым был отправлен в отставку. Решение расторгнуть контракт было обоюдным. Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников еще в июне отправился покорять Дальний Восток. С его приходом Луч Энергия сразу поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. А потом в команде начался игровой спад, который и привел ее к 16-й строчке из 20 возможных. Отправной точкой ухудшения результатов стало крупное поражение от астраханского волгаря и следующей за ним четыре встречи, апогеем из которых стал домашний провал главному аутсайдеру ФНЛ Армавирскому торпедо. Сам Веретенников, ощущая напряжение как со стороны болельщиков, так и со стороны руководства, последние проигрыши уже был не в силах оправдывать. Комментировал происходящее в команде просто как череду неудач. И вот из последних. Нас просто наказывают за наши ошибки. Играть надо с первых минут. Что происходит в нашей команде сейчас, сами не знаем. Все, что пропускаем, пенальти и рикошеты. Может быть, не везение. Хотя буквально полторы недели назад ситуация не клонила к такому исходу. Исполнительный директор, понимая не лучшие результаты клуба, отмечал, что искать замену Веретенникову пока не имеет смысла. Нужно просто переждать эту игровую яму. А тренерскому штабу на сегодняшний момент поставили жесткие условия в плане набора очков и улучшения качества игры. Поэтому все рабочие процессы и команда, она, наверное, и проверяется в сложных моментах, когда не идет, как болельщики говорят, не прет там, да, там и так далее. Отставку наставника болельщики приняли по-разному. Кто-то остался доволен решением руководства, а кто-то посчитал увольнение грамотного тренера фатальной ошибкой клуба. Ура, наконец-то! Очередное доказательство того, что хороший игрок не станет хорошим тренером. Ни одного удачного примера. Зря Веретенникова погнали. Все-таки он грамотный и перспективный специалист. Тащил команду как мог. По большей части не его вина, что команду собрали по остаточному принципу, приглашая средненьких игроков. К сожалению, игроки слабоваты, игры нет совсем. Вывозили поначалу за счет стандартов и фарта. Фарт пропал вместе со стандартами и все. Но надо отдать должное тренеру. Ажиотаж вокруг черной полосы у нашей команды дошел даже до центральной России. Сайт sports.ru недавно опубликовал достаточно острую статью по поводу успехов клуба и работы уже бывшего наставника. Пусть это будет просто луч. Пусть это будет простая эмблема с солнышком и морем. Оставьте нам наше имя и желто-синие цвета. Пусть играют свои. Пусть мы начнем все заново с самого низа. Кто не падает, тот не поднимается. Нам нужно это очищение через КФК и вторую лигу. А дальше как повезет. Будем достойны, когда-нибудь снова выйдем в ФНЛ. Но такого позора, как сейчас, уже не будет. Как отмечает исполнительный директор клуба, замену Веретенникова назовут уже 19 ноября. При этом источники компетентного портала sportbox.ru уже спешат сообщить, что новым тренером станет Сергей Передня. Футболист известен по работе с Томью. В 2011 году он возглавил клуб премьер-лиги, но специалисту не удалось сохранить эту команду в элите российского футбола. Однако уже в следующем чемпионате он сумел вернуть Томичей в список лучших, заняв второе место в ФНЛ. К тому же Передня знаменитый игрок, выступавший за Уралец, Уралмаш, Нижегородский локомотив, Ладу и другие команды. Интересным фактом является и то, что футболист однажды забил самый быстрый гол в истории чемпионатов России. Произошло это 16 мая 1993 года. Где бы вы могли подумать, во Владивостоке. Тогда Луч принимал Уралмаш, и Передня отличился на 12 секунде матча. Но это было. Сегодня же Луч Энергия увяз в безвыигрышной серии. Приморцы не знают побед уже на протяжении 9 матчей. Ближайшая игра для желто-синих состоится у себя дома с Сибирью. Максим Яковлев, Новости спорта на 8.